Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Вонгеймс, а сегодня у нас супер крутой челлендж от Ника Фьюри, в котором будут участвовать 12 супергероев и разных персонажей. Итак, давайте посмотрим, кто же у нас. Это Бамблби, Дэдпул, Рафики, Спайдермен, Чаки, его подруга Тиффани, Двеном, Тимон, Той Фредди и конечно же Ирон Мэн. Итак, суть челленджа заключается в том, чтобы пройти все испытания, построенные Ником Фьюри и дойти до самого конца, а конец вот там. Итак, давайте начнем с Бамблби, вот такая у него супер крутая тачка и его совсем не смущает, что он сам может превратиться в машину, ведь на какой-то другой машине гораздо интереснее кататься. Итак, делаем разгон и первые лопасти проскакиваем. Трамплин, есть, прошли трамплин. Аккуратно спрыгиваем на другую рампу и здесь у нас три шара, через которые... Ого, какие они тяжелые, нифига себе. Выглядели они гораздо легче. Но ничего, сейчас мы сделаем разгон побольше и так, и нет, все равно не получается, друзья. Я думаю, что надо просто объехать боком. Вот тут мы сейчас маленечко расчистим вот так. Блин, они катаются, офигеть, сколько они катаются. И это реально выглядит сложно. Ник Фьюри молодец, постарался. Итак, прыжок и мы справляемся. Ура, друзья, мы перепрыгиваем. Тут у нас мостик, и мы, походу, не справляемся. Да, друзья, мы падаем, и Бамблби не проходит это испытание. Поэтому надо переходить к следующему супергерою. А следующий у нас на очереди Дэдпул. Такая вот у него машина без крыши. Номер 26. Я не знаю, что это значит, но, походу, что-то крутое. Итак, разгоняемся и попадаем прямо в лоб. О, нет, нас еще и накрывает. И еще раз. Но мы проходим. И смотрите, даже царапинки не осталось на машине. Очень здорово. Повезло. Блин, как ее заносит. Я не знаю, как Дэдпул будет ехать на ней. Машина реально неуправляемая. Смотрите, как дрифтует. Просто дрифтует. Не может ехать ровно. Так, у нас впереди трамплин и шарики. Трамплин мы успешно проходим. И впереди наш зловещий мостик. И мы тоже падаем в этом месте. Дэдпул тоже не справляется с этим испытанием. Ничего страшного. У нас еще много супергероев, которые смогут это сделать. Итак, уже Спайдермен залазит в свою машину. Такая вот у него крутая тачка. Оранжевая. С большим спойлером. Итак, он заводится, дрифтует. И лопасти не проходит. Вторая лопасть его задевает. Ничего страшного. Итак, он справился. Трамплин первый прошел. На другую рамку. Аккуратненько перепрыгнул. Молодец, Спайдермен. Давайте поздравим его. Поздравляем, Спайдермен. Вторая рампа. Отлично. Отлично. Перепрыгнул. И мостик прошел. Ура. Это первый герой, который прошел мостик. Ого. Тут надо задом маленько съехать. Спуститься аккуратненько. Главное не перевернуться, друзья. Потому что у нас еще очень длинный челлендж. И его надо пройти до конца. Еще один трамплин. И там опять вертухие лопасти. Очень выглядит сложно. Но я думаю, что Спайдермен справится с этой задачей. Да, друзья. Он справляется просто налегке. Вообще не почувствовал даже. Вот такая у нас боковая трампа. Тут можно как следует разогнаться, чтобы перепрыгнуть. Но нет. Не справляется с этой задачей Спайдермен. Не смог он разогнаться как следует. И у нас опять заклятый мостик. Заклятый мостик, друзья. Через который реально очень сложно ездить. О нет. Спайдермен. Стой, стой, стой. Он удерживается, друзья. Просто чудом удерживается. И по мостику смотрите, как он четко дрифтанул и проехал. Так, тут у нас тупик. Здесь, наверное, надо задом. Но нет. Давайте развернемся и проем передом. Так, наверное, проще будет. Здесь тоже аккуратненько надо развернуться. И спуститься вот по этим вагонеткам. Смотрите, какие они. Тут только-только, только-только хватает места, чтобы машина стала аккуратненько. Спускаемся. Так, тут надо затормозить и развернуться. Вот так. О, нет-нет-нет-нет-нет. Спайдермен, тише, аккуратнее. Нет, упал все-таки. Но попал на рампу в нужное нам место. И это получается, что мы просто срезали, срезали немножечко рампы, кусочек рампы. Задача была пройти до конца, условий других никаких не было. Смотрите, как здорово, просто машину кидает, докидывает до конца просто. Обалдеть, крутой заезд, молодец, Spider-Man, выглядело здорово. Это первый супергерой, который доехал до конца. Но мы переходим к следующему супергерою, это Рафики. Рафики из Короля Льва, шаман, который шаманил всякие шаманские дела. Итак, смотрите, какая у него смешная машина, Go Go Monkey, на ней написано. Я не знаю, что это означает, но она переднеприводная. Смотрите, у нее передние колеса ведущие. Обалдеть, я не знаю, как он будет справляться с этим заданием, потому что другие машины... Ого, он прямо совсем на крополях дотянулся, но зато мостик ему дался легко. О, давайте посмотрим, что же будет дальше. Итак, тут он тоже справляется отлично, разворачивается на ура, перепрыгивает эти рампы тоже очень здорово. И впереди трамплин с лопастями. Итак, трамплин есть, удалось перепрыгнуть, но лопасти не прошли. Прямо врезались в первую из них. Но ничего страшного, я думаю, что дальше будет легче. Но нет, третья лопасть нас тоже задевает, и мы не можем проехать с Рафики. Давай, постарайтесь. Нет, она опять откидывает его, смотрите, на самое начало рампы откидывает. Прямо очень обидно. Но я думаю, сейчас, вот с третьего раза он точно проедет. Итак, разгон. Да, и молодец, Рафики проскакивает. Отлично. Здесь тоже надо разогнаться. Правильно, есть, 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 есть. Офигительный разгон, и Рафики допрыгивает. Ему не пришлось ехать через мост. Молодец, тоже отлично справляется именно с этим участком рампы. Молодец, смотрите, вот он тут рискнул тоже задом ехать, Рафики. Обалдеть. Но застревает машина, застревает и падает, друзья. Нет, он не может дойти до конца. Но давайте, наверное, попробуем на парашюте долететь. Ничего себе, можно закончить рампу именно вот таким вот способом долететь, просто на парашюте. А почему нет? Условий не было, условий не обсуждались. Надо было просто дойти до конца. Нас сбивает вот последняя лопасть на этой рампе. Но мы добираемся, и это второй герой, который проходит эту рампу. Ну а сейчас на очереди Чаки, суперзлодей. Тут он решил отойти от своих грязных делишек и приехать к Нику Фьюри на рампу. Смотрите, какая у него тачка мощная. Он стартует и вырезается прямо же в первую лопасть. И вторая его накрывает два раза, два раза, представляете? Она ударила ему прямо по капоту. И, по-моему, с управлением что-то происходит, нарушилось. Да, он не может ехать ровно, но машина с виду выглядит очень целая. Но прямо не получается ехать. По-моему, что-то с рулевым управлением. Смотрите, он мост проезжает задом, ребята, задом. Это первый герой, который так делает. Точнее, не герой, а злодей даже. Он пока что первый и единственный, кто задом проехал столь сложный участок рампы. Итак, впереди трамплин. Но мы к трамплину подобрались как-то. Ого, Энли Трамплин тоже задом хочет проехать. Нифига себе, он делает сальто. Вы посмотрите только, что творит Чаки. Он проходит всю рампу, все сложные участки задом. Обалдеть, смотри, но его занесло. И он врезается в первую же лопасть. Заносит машину. Я, как говорил уже, по ходу с рулевым управлением у него что-то случилось после первого удара в лопасти. Но здесь он отлично справляется. Перепрыгивает тоже довольно сложный участок. И здесь боковая рампа, где надо как следует разогнаться, чтобы допрыгнуть до следующего участка. Да, друзья, он разгоняется как следует. Приземляется на четыре колеса и проходит участок с мостиком в полете. Молодец, поздравляем его. Отличное прохождение от Чаки. Итак, тут тоже ему надо быть аккуратнее, потому что здесь довольно-таки легко упасть. Итак, мы подходим к контейнерам. Вот так вот он залетает просто и тоже падает. Не справляется с управлением чуть-чуть. Но походу он сможет залететь на парашюте. Нет, не смог залететь на парашюте. И уже Тиффани. Посмотрите, какая у него оболтенная машина. И на ней нарисована обмена фея какая-то. Так, она спряталась там. Не видно ее. Походу она настолько маленькая, что нажимает на педаль руками. Но первые лопасти и трамплин она проходит на ура. Чего не скажешь о некоторых других персонажах. Итак, первый трамплин тоже есть. Прошли, молодец. Мостик. Мостик на скорости просто пролетает Тиффани. Тиффани не зря она подруга Чаки. Она даже невеста, если я не ошибаюсь. Чаки. Вот такая вот семейная парочка у нас участвует в этой суперсложной рампе. В этом сложном испытании. Так. Еще один участок рампы пройден на отличный. Так, прыжок. Прыжок прямо на лопасти. Я думаю, что нам хватит разгона. Давай, Тиффани. Давай, 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 давай. Отлично. Она проезжает просто три вот этих сложнейших лопасти. Отлично. Мне кажется, никто еще так не смог проехать. И перепрыгивает даже этот мостик. Два. Два сложных участка дороги она проходит. Но она потом слетает. Смотрите, она просто... Нифига себе. Она нашла короткий путь. И она тоже доходит до конца. Немножко, конечно, с читами. Она прошла не весь маршрут. Но все равно, молодец. За креативность пятерочка. Итак, мы переходим к следующему персонажу. Это Вином. Я думаю, что Вином точно должен пройти рампу до конца. Потому что такие брутальные супергерои обязаны просто это делать. Смотрите, какая у него крутая тачка. Какой у него крутящий момент. И смотрите, как она быстро разгоняется. Молодец, Вином. Вот так он вылетает просто на первый участок рампы. Но надо разгон взять. Чтобы перепрыгнуть до следующего кусочка. Он еле-еле справляется. Потому что разгон был слишком мал. Так, сейчас посмотрим, что он будет делать в мостик. Потому что машина очень мощная. Его носят из одной стороны в другую. И вот так он переворачивается. Переворачивается, друзья. Походу, это будет веселый участок для Виного. Смотрите, он не может просто поймать машину. У него очень-очень тяжело под управлением. Смотрите, как он проезжает. Интересный этот участок. Но он все-таки его проезжает. Итак, трамплин. И самый сложный участок рампы. Он офигеть на какой скорости просто пролетает. И его задевает вторая лопасть. Ничего страшного. Я думаю, сейчас он перевернет машину. Развернет. И попробует снова проехать. Итак, есть. Проскакивает. Благодаря мощному мотору. Он проезжает эту рампу. И перепрыгивает мостик. Хотя нет. Он не смог попасть прямо на ту рампу после мостика. И поэтому он летит мимо рампы. Ничего страшного. Переходим к следующему супергерою. Это Тимон. Он у нас тоже из Короля Льва. Как вы помните, Рафики смог добраться до финиша. Итак, посмотрим, сможет ли это сделать Тимон. Первая же рампа. Его первая же лопасть. Прошу прощения. Его задевает. И смотрите, как она долбит просто по его машине. И слева, и справа. Но все-таки он справляется с первым заданием. Итак, переходим к второму. Второе. Смотрите, шарики просто опять закрыли проход. И приходится их толкать. Раскачивает, чтобы они маленечко отъехали от трамплин. Так, он нашел место. Молодец, Тимон. Перепрыгивает. Так, мостик. Мостик тоже проезжает. Отлично. Так, у нас участок с падениями. Тоже довольно-таки сложный участок. Здесь многие переворачивались. Чаки тоже проезжал задом, как Тимон. Но Тимон решает все-таки развернуться и едет перед им. Итак, еще один трамплин. Есть, проходит. Лопасти. Самый сложнейший участок. Чуть-чуть задевает. И теряет управление. Но остается на рампе. Молодец, Тимон. Итак, о, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Чуть-чуть опять не упал. Просто на тоненького работает. Отлично, Тимон справляется. Итак, тут главное разобнаться, чтобы перепрыгнуть. Опасный участок. Да, молодец. Он смог перепрыгнуть. Не пришлось ехать по этому сложнейшему мостику. Здесь он тоже, смотрите, проезжает задом, как чаки. Молодец, Тимон. Отлично справляется с этим участком. Итак, у нас сложный участок на вагончиках. Итак, тут главное буксануть и аккуратно развернуть. Нет, друзья, скидывает все-таки Тимона. Но ничего страшного, вроде мы попадаем на рамку. Да, друзья, мы попадаем на рамку. И я думаю, что это тоже победа для Тимона. Итак, главное сейчас... О, нифига себе, смотрите, как его подкинуло. Обалдеть. Тимон, походу, не смог пройти. Да, друзья. Хотя нет, смотрите, он на парашюте. Нет, не смог залететь на парашюте. И уже начинает свое выступление той Фредди. Это антагонист из очень страшной игры. Вот он начинает свое выступление. И первую лопасть он проходит на ура. Друзья, он тоже справляется отлично. Я думаю, что он сможет... Все предпосылки, по крайней мере, к тому, что он пройдет рамку до конца, есть. Есть. Испытание, конечно, выдалось очень сложное. Как вы видите, не все супергерои и злодеи могут с ним справиться. Давайте все-таки поддержим той Фредди. Я думаю, что именно он тоже сможет заехать до конца и будет в группе победителей. Итак, трамплин. И впереди самый сложный участок. Надо разогнаться как следует. Нет, задевает его все-таки одна лопасть. Но он проскакивает благодаря этому. Все остальные, нифига себе, выглядело обалденно круто. Итак, он переваливается с рампы на рампу. Тоже выглядело забавно. И пытается, смотрите, разогнаться задом, чтобы мостик перепрыгнуть. И нет, друзья. Ему не хватает скорости. И он просто падает. Той Фредди тоже не справляется с заданием. Он не смог проехать на машине до конца. Но давайте посмотрим, он сможет на парашюте долететь. Да, смотрите, он просто долетает на парашюте. Смотрите, как он маневрирует мимо лопастей. Очень круто, очень круто. И смотрите, с кувырком просто заканчивает свое выступление. Молодец, Той Фредди. А мы переходим к заключительному супергерою. Это железный человек. Обалдеть, какая у него машина. Смотрите, какой у него граффити. Впереди огненное нарисовано. Я думаю, что железный человек на такой крутой машине просто обязан доехать до конца. Но нет, его останавливает просто первая лопасть. Но ничего страшного. Он справляется с ней. Перепрыгивает первый участок рампы. Отлично. Второй участок рампы. Ааа, чуть-чуть не дотягивает, друзья. Представляете, ему не хватает скорости даже перепрыгнуть первый участок рампы. Но ничего страшного. Он раскрыл свой парашют и планирует долететь до финиша. Нифига себе. Нифига себе, как продумался железный человек. Он с парашютом пытается финишировать. А пока железный человек летит к финишу, обязательно поставь свой лайк. Напиши комментарий, кого бы ты хотел увидеть из супергероев чаще. И если ты впервые на канале, обязательно подпишись и поставь колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео. А они будут интересные. Смотрите. Итак, железный человек приземлился. Ура! Железный человек тоже финишировал. Молодец. Итак, всего у нас финишировало 5 супергероев. Всего лишь 5, друзья. Потому что испытание было действительно сложное. Ну вот и подошло видео к концу, ребята. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok